Без шумных обсуждений и рукопожатий. Несмотря на то, что некоторые депутатские кресла были пусты, кворум позволял провести заседание и рассмотреть новые законы. Один из первых вопросов в повестке – отделение поселка Сириус от Сочи. Вениамин Кондратьев отметил, что официальный статус позволит району эмеритинской низменности выйти на принципиально новый уровень развития. Вот что будет с эмеритинкой, что будет с этой территорией через лет 10, 20, 50, если мы так просто оставим ее придатком у Сочи, просто придатком, но никогда и не было, еще раз подчеркиваю, такого населенного пункта у Сочи, какой сегодня есть. А самое главное, если мы говорим о научном потенциале, я в него очень верю, я думаю, что надо нам дать возможность, чтобы этот потенциал у этой территории был, у этого города Сириус. Противно, в случае, друзья, мы можем это все просто вот так и оставить, но я боюсь, что все так и останется. И все, что было лучше у этой территории, останется в 2014 году, когда проходила Олимпиада. Боюсь, что может быть и так. Поэтому я тоже прошу поддержать здесь этот законопроект, дать возможность развития этой территории. И я уверен, что у нее очень интересное, хорошее будущее. К нам поступили законодательные инициативы наших сочинских коллег, которые проделали большую законотворческую работу. Они, наши коллеги и жители города Сочи, справедливо считают, что этот более высокий статус откроет поселку Сириус новые возможности для дальнейшего социально-экономического роста. Для того, чтобы Сириус обрел новый статус, потребовалось около полугода кропотливой работы. Благодаря новому законопроекту поселок получит статус городского округа. Такое решение уже поддержало большинство местных жителей во время публичных слушаний. 26 февраля 2020 года проведены публичные слушания, на которые граждане одобрили преобразование муниципального образования город-курорт Сочи путем разделения на муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и муниципальное образование городской округ Сириус Краснодарского края. И вот он, исторический момент. Законопроекта о наделении Сириуса статусом городского округа депутаты принимают единогласно. Впервые с 2003 года на Кубани образован новый муниципалитет. Теперь их 45. После получения официального статуса городского округа Сириус получит дополнительные возможности для решения существующих проблем. Обращаясь к депутатам, Вениамин Кондратьев отметил, что без дальнейшей поддержки территория поселка попросту может потерять тот потенциал, который был приобретен в период подготовки и проведения Олимпийских игр. Давайте посмотрим, что сегодня из себя представляет город Сочи. Это 150 километров, 150 километров в длину. И давайте честно себе скажем, где-то хорошо эта территория представлена, а где-то по-разному. Где-то застройка на самом деле курортная, а где-то не очень. И это тоже правда. Сегодня мы говорим Сириус. Это сегодня, ну еще 10 лет назад, территория муниципального образования города Сочи. Притом такая болотистая территория была. Там старобрядцы жили. И местные жители туда даже не ходили, ну на пляж редко ездили купаться. И благодаря президенту нашей страны, когда он принял решение строить Олимпиаду, вот эта эмеретинская низменность превратилась вот в такой сегодняшний кластер. Современный и очень-очень дорогой по строительству. Потому что нужно было на этой болотистой территории или низменности построить вот такой город-сад. И никогда бы жизни за муниципальный бюджет такое не построило. С 2021 года Сириус наравне со всеми районами сможет участвовать в краевых и федеральных программах, национальных проектах, а также получать грантовую поддержку. Вот мы точно можем потерять, только нету территории. Эта территория уже красивая территория. А потерять уже Сириус, как потенциально красивый город, если ничего не сделаем, если оставим его в прежних границах муниципального образования города Сочи. Посмотрите, что сегодня, спустя сколько лет, после Олимпиады, происходит, ну, в принципе, всей этой территории Эмеретинки. Самострои вовсю рассвели. Мы уже устали иски в суд предъявлять. Только по этой территории. Она настолько полюбилась застройщикам, в кавычках, что они просто ничем не считаются. Ни с законом, ни с чем. Со своим желанием только считаются. Прокурору края здесь огромное слава и благодарность. Полиции, судебным приставам, всем за то, что сдерживаем эту территорию. Но это на краевом уровне сдерживаем. Потому что муниципальная власть, на самом деле, я согласен с тем, что много у них задач, у мэра Сочи, проедет. И он в Лазаревском районе бывает там не каждую неделю, если уж по-честно, 150 километров. Там должен быть свой мэр, по-настоящему, который будет контролировать эту территорию. Сегодня Сириус – это территория с большим потенциалом. Ведь здесь проходят события самого высокого уровня и запланированы масштабные проекты. Поэтому важно обеспечить будущему городу достойное развитие. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.